Здравствуйте! В эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. 2016 год объявлен годом кино в России, и мы решили выяснить, что же значит российский кинематограф для жителей Ненецкого округа. Я очень рада, что у нас правительство обратило внимание на кинематографию. Хочется, чтобы из этого был очень положительный результат, особенно для села. Ведь потому что не секрет, что у нас в Ненецком автономном округе, да я думаю, во многих селах нашей необъятной России, фильмы для населения в учреждениях культуры не показывают. Ведь в свое время у нас в округе очень хорошо была развита система кинопроката. Населенные пункты все имели право показывать фильмы. Люди воспитывались на хороших фильмах. И мне бы очень хотелось, чтобы фильмы вернулись в наши села. Ну вообще, в принципе, я русский человек, я очень положительно отношусь к российскому, к русскому кинематографу. Ну, мне нравится на самом деле. Не все, конечно, из современного, но есть вещи, которые на самом деле трогают, интересные. Любимых фильмов огромное количество. Это практически все фильмы Леонида Гайдая, Данилей, огромное количество фильмов. Ну, практически все, которые они снимали, я считаю их шедеврами. И если говорят, что лучше прочитать книгу, чем смотреть кино, то в некоторых случаях наши советские кинорежиссеры это утверждение полностью опровергли. Например, фильм «Собачье сердце». Я посмотрел фильм, потом прочитал книгу. Я не говорю, что у Булгакова написано хуже, но точно так же. В примере, ну, все точно так же, как я представлял. Вот, так же, вот это вот три короткометражных фильма, это уже Гайдая, «Не может быть» называется. Замечательный актерский состав. И когда я прочитал вот эти три небольшие повести Зощенко, я столько красок даже на самом деле не представил, сколько увидел именно этот кинорежиссер. Ну, я могу сказать, что вот фильмы этих режиссеров, мне кажется, на самом деле, самыми талантливыми и гениальными. Ну, вообще, в принципе, кино российское, я считаю, что оно живое, оно немножко спит пока. Мне сложно сказать, как я отношусь к российскому кино, но я очень хорошо отношусь к советскому кино, вообще к советским мультфильмам. Я очень люблю пересматривать старые хорошие советские мелодрамы, комедии, детективы. И очень люблю советские мультики. Мой самый любимый мультфильм, как это ни странно звучит, это «Простоквашино», да, я люблю, наверное, больше все-таки мультфильмы, чем кино. И любимый мой герой – Кот Матроскин. Потому что это очень практичная такая личность, которая находит выход из любой ситуации. А в год кино хочется пожелать, чтобы наше российское кино наконец-то достигло того уровня, на котором была советская. И фильмы были душевные такие, добрые, хорошие, и воспитывали и в нас, и в наших детях не жестокость, а хорошее, доброе отношение и к друг другу, и к окружающему миру. Ну, к современному кинематографу отношусь весьма скептически, и в основном не хожу даже на новые примеры, потому что, ну, не удивляю, скажем так, ни комедии. Хотя есть пару фильмов, например, как «Адмирал», «Легенда номер 17», вот такие фильмы, которые какие-то исторические, они меня привлекают. Больше всего мне нравятся фильмы именно советского периода, а больше всего, наверное, комедийные фильмы, которые показывают накануне Нового года, всегда поднимают настроение, и приходишь к новогодним праздникам в положительных эмоциях. В первую очередь, конечно, советское кино. «Девочка ищет отца» – это один из первых фильмов, которые я вообще вспомнила в своей юности. Я родом из Нарьинмара, и мы здесь, жила в Качгарте, и здесь был маленький кинотеатр, не хватало мест, и мы стояли около столба, недалеко от экрана, и смотрели этот фильм. Этот первый фильм, который я запомнила. Ну, а сейчас, конечно, без фильмов с легким паром, «Москва слезам не верит». Знаете, женщине, особенно советского периода, это очень трудно представить свой путь. Без Эльдара Рязанова вообще, мне кажется, кинематограф, конечно, очень много талантливых, но это имя для нас, по крайней мере, для нашего поколения, оно прошло вообще красной нитью. Михалков. Люди, которые, понимаете, были вообще звездами нашего кинематографа, и которых хочется сказать спасибо за то, что они творили так, что нам с ними вместе легче жилось. Я всегда верю в то, что лучше побеждает. И то, что сегодня кинематограф вновь показывает не только страсти и триллеры, которые были один период, и снова идет утверждение добра и радости, надеюсь, что это будет всегда. Если у вас есть мнение по волнующему вопросу, задавайте его по телефону на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицу города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся!